Правительство Армении предоставит компенсацию за обучение в первом семестре еще 935 студентам, перемещенным из Нагорного Карабаха. В сентябре при последней части российских миротворцев прекращение огня было достигнуто за один день, заявил Герасимов. Московские и ленинградские военные округа сформированы в ответ на расширение НАТО, заявил начальник Генерального штаба Российской Федерации. В Тегеране заместители министров иностранных дел Ирана и Турции обсудили проблемы Ближнего Востока и Южного Кавказа. НАТО сегодня сильнее, чем когда-либо, заявил Блинкен. Если США ослабят свои позиции, это окажет большую услугу Москве, Пекину и Тегерану, заявил Блинкен. Орбан выступает против намерения Украины присоединиться к НАТО и бюджетным ассигнованиям ЕС для Киева. Си Цзиньпин сообщил Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить в Тайване материковый Китай, сообщает МВС. У боевиков Хамас есть два варианта – сдаться или умереть, заявил Нитя Яху.